Это комната нашего сына Стёпы. Вот наш ребёнок. 16-летний Степан Чубенко исчез в июле 2014-го. Родители отправили проукраински настроенного десятиклассника в Киев к родным, подальше от сепаратистов, захвативших его родной Краматорск. Когда город перешёл под контроль Украины, Стёпа решил поехать домой, не предупредив родителей, и поехал через оккупированный Донецк, где его задержали. У него была в рюкзаке ленточка жёлто-голубая и шарф ФК «Карпаты», который ему там подарили в Киеве. Но это оказалось преступлением, наверное. Родители искали Степана и в Донецке, и в пригороде. Сепаратисты не говорили, нигде он, ничто с ним. Правду один из начальников, самопровозглашённая ДНР, сообщил им только через две недели. Ребёнка сначала пытали, а потом расстреляли. За любовь к Украине. Руки за спиной были связаны скотчем. На голове футболка. Пять выстрелов. Трое взрослых, вооружённых. Не знаю, как назвать их. Мужик. Так мужик бы такое не сделал, не стал бы стрелять в ребёнка. Тело Степана сепаратисты отдали только через три месяца. Родители также узнали, что Стёпа, находясь в плену, просил и сепаратистов и местных жителей сообщить родителям о его местонахождении. Возможно, анонимный звонок мог спасти его жизнь. Но этого никто так и не сделал. По данным общественной организации, служба поиска детей, до сих пор не установлена судьба 22 несовершеннолетних, которые пропали без вести в Донецкой и Луганской областях во время военных действий. Украинская полиция не может работать на оккупированных территориях. Поисками пропавших детей в основном занимаются волонтёры или их родители. За последние два года удалось найти 95 ребят и не всегда живыми и здоровыми. Нам известны случаи, когда дети возвращались и рассказывали, что их заставляли рыть окопы. Потом они попадали под обстрелы, убегали от тех, кто удерживал их в плену. В память о Стёпе Чубенко его друзья второй год проводят турнир по футболу, который он так любил. Подросток навечно останется вратарём номер один местного клуба «Авангард». Друзья считают Степана героем и вряд ли простят сепаратистам это жестокое убийство. Я когда представляю эту всю картину, эти последние секунды жизни, как они расстреливали, как становили, у меня такая злость берёт, что я, наверное, если бы передо мной стоял, не знаю, что бы сделала. И сколько бы лет ни прошло, никто его не забудет. Никто из нас. И все мы будем его помнить. Для нас он будет всегда жив. Жив с нами. Через год после смерти десятиклассника Степана Чубенко наградили орденом Народный герой Украины. Это не государственная награда. В самопровозглашённой ДНР Сталине Чубенко пообещали наказать убийц её сына. Там открыто уголовное дело. Аналогичных действий родители ожидают и от Украины. Жить дальше без сына им помогают воспоминания о нём. Только веру и любовь твой образ будет нарисован во влагах. Ты будешь вечным в нашем сердце и у неба на руках. Скорбим и помним, брат. Любим и верим.